Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Гранвиль Жан Игнас Исидор Жерар. Французский литограф, художник и рисовальщик, чья профессиональная карьера тесно связана с тяжелыми политическими условиями первой половины Франции 19 века. Я зачитываю переводную Википедию. С большим успехом работал политическим карикутуристом, затем сделал себе имя, как иллюстратор классической и современной литературы. Рисовал смешанных существ из части людей, животных и растений. Антропоморфное изображение. Творчество Грандвиля насчитывает 3000 рисунков. Личная жизнь была несчастливой. Ну, это вот так вкратце, а теперь поглубже, скажем так, почитаем. Родился в семье художника на северо-востоке Франции. Было два брата, две сестры его, дедушка и бабушка, актеры. Использовали сценический псевдоним Грандвиль. Ну, и вот так он стал из Жанна Игнас Исидор Жерара Грандвилем. Его отец использовал это имя как дополнение к своей фамилии, чтобы отличать себя от своего старшего брата, который тоже работал художником-миниатюристом. Учился в средней школе, но был посредственным учеником. Стал учеником своего отца. Не очень преуспел в миниатюрной живописи. Однако рисовал очень много заметной тенденции к карикатуре. Уже тогда были созданы первые фигурки животных с человеческими чертами. Изучил технику литографии, которая еще находилась на ранних стадиях своего развития. В 1833 году женился на своей кузине Маргарите Ганриете Фишер. Приехал с ней в квартиру в Париже, но семейной жизни удалась. Первый сын умер, второй подавился куском хлеба в присутствии родителей. Генриета не поправилась после рождения своего третьего сына Жоржа. Умерла в том же месяце от перитонита. Через год Гранвель снова женился, как того желала Генриета. Родился ребенок, который тоже умер после непродолжительной болезни. То есть не сложилась семейная жизнь. Потерял жену и троих детей за 10 лет. Гранвель был сломлен как физически, так и морально. Несколько раз заболел. Через короткие промежутки времени и твердо объявил о своей скорой смерти. Хотя врачи еще не были серьезно обеспокоены. Друг рассказал, как его доставили в сумасшедший дом после инсульта. И из-за нарастающего замешательства, где несчастный испустил свой последний вздох. После ужасной агонии, продолжавшейся три дня и три ночи. Гранвель умер 17 марта 1847 года. Был похоронен рядом со своей первой женой и их тремя сыновьями. Сам сформулировал свою эпитафию. Здесь лежит Гранвель. Он все оживлял и по словам Бога заставлял все жить, говорить или ходить. Но сам не понимал, как встать на правильный путь к своему счастью. В 1825 году к отцу Гранвеля приехал коллега-специалист. И был впечатлен рисунками сына. Так, что пригласил его поработать в своей столичной студии. Гранвел сделал 22 цветных литографных рисунка оперных костюмов. Ему впервые выдали гонорар. Это было в 1826 году. В 1827 году он сделал альбом из 12 литографий. На которых изображены 4 времени года жизни человека. И вот так у него пошло. Были заказы на литографии. Полученный доход он позволил рисовальщику отказаться от своего темного гостиничного номера. И арендовать светлый чердак. Здесь он принимал своих друзей. Среди которых был журналист Шарль Филиппон. Писатель Александр Дюма-старший. Дюма так писал о Гранвеле. Гранвель мало смеялся, мало декламировал, мало курил и мало пил. Он сидел со своим столом перед ним лист бумаги, ручка или ручка в руке. Иногда он улыбался и продолжал рисовать. Что он написал на бумаге он сам не знал. Его пером руководила прихоть, граничащая с безумием. Он стал рисовать животных человеческими характеристиками и свойствами, чтобы проиллюстрировать определенные аспекты сосуществования. Это техника, которую он неоднократно использовал в своих политических карикатурах и иллюстрациях. Работал в сатирических журналах, еженедельной карикатуры. Главным редактором, как отначально, был Анаре де Бальзак и Анаре Домье. Гранвель там был одним из сотрудников. И был самым плодовитым художником журнала, выполнив 122 литографии из 524 опубликованных листов. Разработал серию изображений, в которых критиковал общественных деятелей. Иллюстрировал известные сказки «Красная шапочка», «Синяя борода», «Кот в сапогах», басни Жанна Теллафонтена, рисунки для путешествий Гулливера, Робинзона Крузо Даниэль Дефо, произведений классического французского писателя Николе Буало. Работал над сотней пословиц Жанна де ла Плюера. Два тома «Дон Кихота», иллюстрированные Гранвелем, появились посмертно в 1848 году. Надо сказать, что, хотя он был известным и успешным рисовальщиком, был в значительной степени забыт относительно вскоре после ее безвременной кончины в 1847 году и был признан важным художником XIX века примерно через 100 лет. Его выживший сына второго брака пожертвовал городу 50 тысяч франков на памятник отцу, строительство которого было завершено в 1893 году. Но во время немецкой оккупации, во время Второй мировой войны, металлические части памятника были переплавлены. Сегодня перед улицей Гранвель в Нанси состоит копия оригинального бронзового бюста, созданного Эрнестом Бюссером. Ну вот так вот немножко вкратце, немножко хаотично о Гранвеле. Настоящий имя Жан Игнас Исидор Жерар. Французский литограф, художник, рисовальщик. Все, пока-пока, до свидания.